Всё, всё, мотаемся? Давайте мотаемся. Смотрите, камера идет. Работает, да? Yes. Юрий Андреевич, добрый день. Для начала, пожалуйста, представьтесь Ваше имя, фамилия, Ваши учёные степени и область Ваших занятий. Добрый день. Меня зовут Фролов Юрий Андреевич. Я биолог по образованию, натуралист, нутропат. Я всю жизнь занимался живой природой. Это разные области биологии, связанные с разведением редких тропических видов рыб, выведенных в пород, гибридов. Это различные системы фильтрации для аквариумов, прудов и более сложных систем. То есть воду я изучал всю жизнь. Замечательно. Тогда уже... Извините, Версу, неси контроль, пожалуйста, если я застыл. Переделать надо? Нет. Нет, нет. Это не будет заметно. Еще, еще, еще. Еще заноси, смелее. Стоп, 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 стоп. И... И... Это речь вода. Да, конечно же. А также я являюсь предпринимателем, и все мои виды бизнеса связаны так или иначе с живой природой, и почти все связаны с водой. То есть, поскольку это и органическое земледелие, а тут непосредственно вода, это аквариумистика и много-много других видов дела. И так, к теме нашего фильма, да, вода, почему она настолько важна для жизни? Почему она настолько важна для всего живого на нашей планете? Ну, во-первых, потому что вода – это основа жизни. Без воды жизнь на нашей планете была бы невозможна. И все самые важные процессы биохимические, происходящие в живых организмах, протекают только непосредственно с участием воды. И без нее невозможно. Такой, например, процесс, как фотосинтез, образование органических веществ на свету, то есть энергия Солнца, преобразуется в растениях, в энергиохимических связях, и образуются сложные органические соединения, собственно, белки жироуглевода, которые мы используем в пищу, и из этого строятся клетки нашего организма, других животных. То есть это некая первичная биомасса в экосистеме глобальной, если рассматривать, без которой невозможно было бы жизни всех видов животных на нашей планете. А вода как раз и растворенные в ней минеральные вещества поставляются из почвы, забираются корневой системой растения, и это неотъемлемая часть построения этих сложных органических соединений. Есть, Юрий Андреевич, такое утверждение, насколько оно верно, либо не верно, на то, что даже наше тело, оно на очень высокий процент состоит из воды. Как это или нет, и как оно работает в нашем организме? Если мы говорим про человеческий организм, ну, собственно, как и про любой организм высшего живого существа, высших животных, млекопитающих, то мы с вами состоим на 80-70% из воды, то, собственно, это зависит от возраста. Дети, новорожденные, младенцы, аж до 90% состоят из воды. А когда человек умирает, вот именно процесс старости можно напрямую поставить тире потеря воды. Это 60-50%. Это смерть. То есть, фактически, это иссыхание. Это смерть, старость, это потеря организма, клеткой воды. Юрий Андреевич, структурную формулу воды знают все, да? Это два атома водорода, один атом кислорода. Но, насколько я понимаю, химическая структура, она не имеет ничего общего с биологической ценностью и активностью воды. Что еще должно быть в воде? Какой компонент? Склонность к какому процессу? Чтобы она стала полезной для нас, а не просто химическим соединением. Да. Хотел бы я вначале сказать, что часто мы недооцениваем именно важность воды. Люди пьют очень мало жидкости. Во-первых, я хочу сказать, какая потребность должна быть, какая, так сказать, необходимая норма потребления воды для человека в день. В среднем она составляет 30 грамм воды на 1 килограмм веса человека. То есть, если человек 65 килограмм веса, он должен выпивать примерно 2 литра чистой воды. Но я сразу хочу подчеркнуть, что вода – это есть вода. Вода – это универсальный, уникальный растворитель. Поэтому именно вода, благодаря ней у нас в организме происходят все биохимические процессы, в том числе и отработанные материалы, шлаки, токсины, выводятся из организма только благодаря воде. Но вода должна быть какая? И вот об этом как раз нужно, говоря, рассказать про физико-химические свойства воды. Значит, во-первых, вода должна быть… То есть, мы можем сказать так, проще говоря, что какая должна быть вода… Если у нас не будет ходьбы сильной, то можем… Сейчас, 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 сейчас. Наташ, очень хорошо резонанс передается от ударов ног. Я прошу, вот в комнате посидите в какой-нибудь там. Полчаса-то я попробую. Так, сейчас. Да, вроде тишина идеальная. Моторы уйдут, Жень. Поехали. Хлопните, кто-нибудь. Работаем, да? Работаем. Юрий Андреевич, мы продолжаем тему про норму потребления. Если норма потребления воды ниже 30 грамм на килограмм веса в день, то тогда происходит частичное, глобальное или не глобальное, но обезвоживание организма. А обезвоживание организма – это ведет сразу к определенным последствиям, а именно разным болезням. Но об этом мы поговорим чуть позже. То есть, вначале логично было бы сказать именно о физико-химических свойствах воды. То есть, какая вода является нормальной, полезной, живой. И вот тогда будет понятно, что если за рамки определенных критериев выходят те или иные показатели, то такая вода уже будет опасной, бесполезной, вредной или по-иному называемой. Какие же параметры, на что нужно обращать внимание, какие параметры являются показателями качества? Постараюсь сказать об этих параметрах и физико-химических свойствах по порядку от самых приоритетных к менее приоритетным. Ну, во-первых, вода должна быть чистая. То есть, что значит чистая? Во-первых, она должна быть химически чистой, а во-вторых, биологически. Химически чистая – это значит, чтобы в воде не содержались растворенные в ней яды, такие как хлор, мышья, кобальт и другие вредные вещества. А биологически чистая вода – это значит, что в этой воде не должно быть вредоносных, патогенных микроорганизмов, вирусов, бактерий, грибков, паразитов. Поскольку, к примеру скажу, что любая вода в природе, любого природного источника, даже из колодца, если она выше плюс 10 градусов, содержит многие микроорганизмы, в том числе неполезные нам, например, лямблии – простейшие организмы, которые, кстати, приводят к очень весьма таким серьезным проблемам с организмом. Это есть такое. Критерии чистоты воды, да, понятны, но вот смотрите, та же самая дистиллированная вода, она отвечает ровно тем параметрам, которые вы сейчас озвучили. Но она ведь вовсе не полезна для нас. Не бы полезна. Это вы уже коснулись другой, скажем, другого критерия, минерализация воды называется. Поэтому я хотел бы коснуться сейчас более важных параметров, а потом перейдем к этим. Хорошо. Действительно, есть такой параметр, как ПАШ – водородный показатель. Это один из основных показателей качества воды и ее физико-химический свойств. Почему? Дело в том, что все среды нашего организма, внутренние среды, я подчеркиваю, такие как кровь, лимфа, слюна, они имеют щелочную реакцию ПАШ. Все они находятся примерно в интервале от 7,2 до 7,6 ПАШ. Они являются слабощелочными. Кровь всегда имеет 7,42, 7,43. И небольшие отклонения от этих параметров приводят к очень серьезным последствиям, в том числе, например, на 3-4 единицы, десятых единиц – это смерть. Кровь. Так вот, есть такое понятие в биологии гомеостаз – постоянство внутренней среды. В данном случае как раз этот показатель является самым таким как бы лакмусовым. Так вот, дело в том, что если… При каких условиях мы можем закислять свой организм? Ну вот если человек пьет, например, не воду, а пьет кофе, он сразу закисляет, параметры могут уйти даже за 5 и ниже. Что делает организм? Чтобы вернуть кислотно-щелочной баланс, в равновесии, а такова природа, что должно быть равновесие, то организм, дабы восстановить щелочную среду, берет минералы, щелочные минералы, из костей, и разрушается, собственно, костная система, хрящевая система нашего организма. Это остеопорозы, это различные артриты, форма артрозов. Конечно, на то есть и другие причины, но в том числе это. Есть еще инфекционные причины и иные. Это мы говорим о кислотно-щелочном равновесии. Вода из-под крана артезианской всегда щелочная, но тут мы должны перейти к следующему параметру, потому что, например, артезианская вода, она очень жесткая вода. И параметр жесткости стоит, можно сказать, условно назовем ее на третьем месте. Значит, вода жесткая, если в ней растворено очень много карбонатов и сульфатов, кальция и магния. Есть общая жесткость, есть карбонатная жесткость. Жесткость не должна быть высокой, не должно быть большого количества солей этих минералов в воде. Почему? Ну, во-первых, потому что только корневая система растений может усвоить неорганические минералы. А любое животное, в том числе человек, может усвоить только биологическую доступную форму минералов. Они должны находиться в ионной, водорастворимой, органической форме. И такие минералы могут содержаться только в клеточном соке растений. Это в идеале. И поэтому вода, которую мы... Ну, если бы мы пили еще из Байкала или Занежского озера, то мы могли бы еще получать органические минералы частично. Хотя в основном неорганические в любой воде. Но если мы пьем, грубо говоря, из колодцев, или из артезианских скважин, или тем более из водопровода, да, так сказать, городского, то мы получаем минералы, которые растворены в воде, именно в неорганической форме. А такая форма существования минералов не может быть усвоена по определению человеческим организмом и клеткой. Поэтому на практике что нужно сделать? Нужно такую воду деминерализовать. То есть для этого есть специальные фильтры. Умягчители, которые убирают жесткость параметра, да, то есть сводят ее близкую до нуля, можно фактически довести. Можно использовать обратный осмос, дистиллятор. И с одной стороны такая вода вредна. Почему? Потому что вода, как известно, растворитель, и она притягивает на себя в том числе минералы, и может вымывать из организма их большое и нужное нам количество. Но в этом случае мы должны потреблять продукты питания, богатые минералами, а они все равно нам нужны только в доступной биологической форме. То есть из клеток, живых тканей, растений, плоды, овощи. Это все, значит, только таким образом может быть усвоено. Поэтому это действительно обосновано в тех местах, где вода очень жесткая. Надо убирать жесткость, но потом мы к четвертому пункту идем. Нужно воду минерализовать. И вот для этого существует несколько методов. Во-первых, есть разные компании, которые сейчас выпускают, ну, скажем, некие субстраты, добавляя которые в воду, значит, они воду выделяют именно, то есть вода берет на себя, растворяет именно органическую форму минералов. Это различные известные японские препараты, собственно, откуда и пошло очень серьезное изучение свойств воды. То есть это возможно сделать. Есть комплексные системы фильтрации, которые сначала деминерализуют, потом минерализуют, умягчают, обезжелезивают воду, потому что высокое содержание железа и карбонатов кальция приводит к тому, что даже в воде с температурой ниже 65 градусов кальция выпадает в осадок, и мы видим то, что происходит на стиральных машинах, то есть когда портятся, вот, собственно, змеевики. Но поймите правильно, ведь любой сантехник грамотный скажет, если вода в водопроводной системе, в системе отопления, выше 65 градусов, но это не антифриз, или это не дистиллированная вода обычная, из артезианской скважины, скажем, то обязательно выпадет осадок, нельзя, говорит сантехник, выше 65, поднимать температуру. Он правильно делает. Так что же мы, люди, с вами делаем, когда мы варим пищу, те же живые фрукты, содержащие живую структурированную воду, ведь минералы, содержащиеся в этих фруктах, также переходят в неорганическую форму, и такие уже минералы в вареном, жареном виде человек не может получить и растворить в воде фактически до конца. Это очень вредно. И вода, то же самое, нельзя кипятить воду по нескольким причинам. Во-первых, потому что, нагревая выше 65, если только эта вода не дистиллированная, подчеркну, то тогда минералы обязательно выпадут в осадок. Мы же с вами видим такую картину часто. Любой человек, кто кипятит чайник, когда-то видит осадок, если он, конечно, не использует дистиллированную воду. И тогда, что я спрашиваю у этого человека? Что вы видите? Ну вот осадок. А что такое осадок? А это были когда-то минералы, в органическом, ну, может быть, не в органическом, но они были растворены в воде. Но при каком-то изменении физических параметров они перешли в водонерастворимую форму и выпали в осадок. Все, иллюзий быть не должно. Такая форма минералов не может быть усвоена организмом человека. А что может быть? А может быть использовано для другого, к сожалению, очень вредного для нас явления. Но, скажем, могут забиваться почки, образовываются камни в почках, песок. А если такие минералы, неорганические, мертвые, соединяются с холестерином, то образуются атеросклеротические бляшки, которые мы все знаем, против которых боремся, да не все понимают, что это некий синтез. Не просто это некий какой-то холестерин. Холестерин, он на самом деле не так вреден для организма. Даже совсем не вреден. Но вот если поврежденный сосуд, туда действительно стремляется холестерин, чтобы закупоривать вот эти отверстия, но если много поросло на сосудах вот этих неорганических солей, которые отложены в виде такой некой арматуры, это можно аналогию с бетоном привести. Бетон – это некое очень прочное образование, состоящее из, грубо говоря, самого раствора и арматуры. То в данном случае по аналогии арматуры являются минералы неорганические, а раствором является как раз холестерин. И вместе это атеросклеротический бляшка, который очень трудно растворить и вывести из организма. Но надо помнить, что вода является... То есть вода – это растворитель. И если человек начинает пить воду, а ведь мы не пьем, как правило, то количество воды, которое нужно, ведь никакие чаи и кофе, еще раз скажу, они не являются водой и не являются растворителем. Они не участвуют, как должны участвовать во всех биохимических процессах. То есть это неактивная вода. И поэтому мы можем перейти к следующему пункту и сказать следующий параметр, очень важный, который называется ОВП – окислительно-восстановительный потенциал. Паузу. Эта техническая пауза. Для этого речь, чтобы наставили звуковые, были одного, нет, пока перерывчик. Маленький перерыв. Можете освежить пока информацию. Готовы, да? Да. Поехали. Моторы идут. И вот теперь... Еще секундочку. И вот теперь можно говорить о следующем очень важном физико-химическом свойстве воды, параметре – это ОВП – окислительно-восстановительный потенциал. Ну, например, аквариумисты со стажем и профессиональные аквариумисты хорошо знают этот параметр, поскольку уже даже вот в нашей стране более 10 лет существуют и продаются приборы, я бы сказал, даже лет 15, которыми можно померить этот параметр. Но о чем он говорит? Вот это важно дать, понять, объяснить людям. Это способность клетки принимать или отдавать активные электроны. Значит, в норме, в межклеточной жидкости, в клетке нашего организма любой, ОВП жидкости составляет минус 100, минус 200 милливольт. Но водопроводная вода, вода из артезианской скважины, содержит плюс 200, плюс 300, порой, милливольт. И это колоссальная разница, что происходит теперь на практике, когда мы пьем по безысходности, по незнанию вот такую воду мертвую. Происходит следующее. Вода поступает к нам в организм, идет в кровь, через кровь, во все ткани нашего организма. И наши живые клетки, мембраны клеток, должны отдавать активные электроны этой воде, чтобы вернуть ее в нормальное состояние, состояние, схоже со своей средой. То есть, восстановить они должны структуру, восстановить полярность. И на это уходит огромное количество энергии, во-первых. Во-вторых, тут схоже, то есть, можно привести пример с свободными радикалами. Это то же самое, когда клетка лишена молекула одного или нескольких электронов, под воздействием определенных факторов. Это канцерогенные вещества, это окисление жиров. Все слышали люди о таком параметре, как свободный радикал явления. Это разрушающие наши клетки какая-то молекула или группа молекул, которые, как, грубо говоря, террорист, врываясь в клетку, порой может уничтожать за раз не одну. Особенно есть в пище, если есть катализаторы, такие, как медь и железо, когда человек ест прижаренное мясо. Вот происходит именно такая ситуация, когда идет цепная реакция, потому как образуются такие страшные канцерогены, как нитрозоамиды, и, например, и при, например, скажем, жарке мяса образуются такие страшные мутагены, как нитрозоамиды и гетероциклические амины. Это являются очень тяжелые отравляющие, значит, собой они представляют тяжелые отравляющие вещества, поскольку еще идет цепная реакция, ведь в мясе много железа. И вот тут уничтожается за раз от одной молекулы до 20-30 клеток нашего организма. Так вот, если вода с ОВП плюс 200-300 попала к нам в организм, происходит примерно те же явления. Это фактически свободные радикалы. Идет разрушение клетки на генном уровне, разрушается ДНК, нуклеиновые кислоты. И нам необходимо потреблять воду такой, и это логично, какова она есть в норме в структуре нашего организма, в структуре нашей клетки. Сама природа нам подсказывает это. Если бы мы потребляли такую воду с ОВП минус 100-200, а больным людям, у кого нарушены, скажем, биохимические процессы, прошел уже серьезный процесс старения, необходимы и минус 300 в идеале. И есть такие приборы, опять-таки, которые доводят воду до параметра минус 200-300 ОВП. И есть даже комплексные такие аппараты, которые решают сразу 5-6 и больше вот этих проблем. Еще один важный параметр – это поверхностное натяжение воды. Удивительно, почему он важен? Это чисто физический феномен, насколько он может быть? Да, не совсем так. Этот показатель говорит о том, насколько вода текуча, насколько она активна тем самым. Ведь активность воды – это как раз ОВП, это поверхностное натяжение и структура воды. О структуре мы еще поговорим, а сейчас я расскажу о вот этом параметре коэффициент поверхностного натяжения. Представим себе такую картину, чтобы каждый человек мог представить, что это такое на живом примере. Я потом поясню с точки зрения физики и химии. Если мы наливаем стакан с водой до самого верха, до кромочки, но наливаем плавно-плавно и посмотрим на него вот так заподлицо взглядом, как бы параллель, то у нас когда-то уровень воды будет чуть выше чашки, но вода еще не выльется. Вот за пределы чашки. Но когда-то последняя капля опустится, некий предел, и вода выплеснется. Но мы будем определенное время видеть вот этот верх воды выше уровня кромки чашки. Почему это происходит? Дело в том, что на грани соприкосновения жидкости с иными средами, ну скажем, вот с воздухом в данном случае, на поверхности воды, скажем, присутствуют самые активные электроны, самые активные молекулы. И, значит, молекулы стремятся попасть внутрь среды, а на поверхности создается разрежение. И вот тогда на поверхности остается малое количество молекул. И под воздействием физических свойств и электромагнитных полей эта такая жидкость стремится сжаться. Поэтому идеальная форма, вот капля, скажем, это и есть пример того, как круг замкнулся. То есть идеальная форма шар. Ну, под воздействием иных сил форма может меняться. До капли видны, когда еще сила притяжения действует. Но, по сути, это же явление. Чем оно нам важно? Да, с повышением температуры, значит, активность, плотность поверхностного натяжения уменьшается. И нам это важно. Почему? Потому что такая вода становится более активной, более летучей, более текучей. То есть она в клетке становится, ну, скажем, активней, и она может войти в те участки, даже зашлакованных порой клеток, в которые не может войти вода с высоким поверхностным натяжением. А есть четкая характеристика. В идеале измеряется в динах на сантиметр. И вот у нас должны быть параметры в живой нормальной воде примерно 40 дин. Не как пишется во многой литературе 70-73, а именно 40. Но дело в том, что все эти параметры, которые я перечислял, они очень сильно между собой взаимосвязаны. И поэтому порой иногда людям, у которых не хватает знаний в таких биологических и смежных науках смежных, как, допустим, биохимия, биофизика, они не могут понять всю целостность вот этой картины и причинно-следственной связи. Почему, зачем, для чего. То есть, скажем, надо знать немного больше. То есть это мы рассказали еще об одном важном факторе. Да, параметры, по которым оценивается, грубо говоря, качество воды. Да. Скажите, пожалуйста, Юрий Андреевич, тогда получается, что средний потребитель должен очень внимательно подходить к контролю воды, которую он потребляет, и, соответственно, как-то менять ситуацию. В современных условиях это возможно разве? Да. Во-первых, действительно, человек, если он хочет жить, по крайней мере, иметь гораздо больше шансов жить дольше и здоровее, и быть счастливее, соответственно, потому что здоровый теле, здоровый дух, это истина абсолютная, то тогда человек должен серьезно относиться к своему здоровью. А это в первую очередь он должен контролировать то, что он ест и то, что он пьет. Вот. Значит, нельзя недооценить значение воды, важность ее, да, и понимать свойства нужно. Поэтому я так достаточно простым, доступным языком попытался объяснить эти характеристики. Проконтролировать их легко. Скажем, ПАЖ воды можно, если не заморачиваться и не покупать прибор, который, в принципе, не так-то дорого сейчас и стоит, несколько тысяч рублей буквально, то можно покупить лакмусовые бумажки. Они продаются в аптеках, в специальных клиниках или фирмах, которые продают биологически активные добавки. Ну, то есть, достать не проблема. Значит, ОВП, да, тут нужен прибор. Другие параметры тоже нужны приборы, но и косвенные признаки. И, в принципе, если вода, смотрите, прошла через систему фильтрации, она химически и физически очищена, биологически очищена. Потом вода, из нее мы удалили вредные неорганические соли, карбонаты, значит, кальция. Потом мы воду уже структурировали, вернее, нет, мы об этом еще не говорили. Да, нужно упомянуть. Нужно упомянуть, что такое структурирование воды. Но мы сейчас, в самом конце этого косвенности, это очень важный параметр. Но мы воду минерализовали, то есть добавили уже органические минералы, полезные. Мы восстановили окислительный, восстательный потенциал, вернули в минус 200-300, в хорошую, правильную, своему биологическую форму. Мы поверхностное натяжение уменьшили уже тем самым, что мы добавили органические минералы и убрали карбонаты, неорганические. То есть это автоматически произойдет. И если мы воду нагрели хотя бы до температуры нашего тела, это еще один очень важный критерий, это крайне важно. Почему? Ну, представьте, мы выпили холодную воду, особенно если зима. Нам нужно организм в любом случае нагреет эту воду. Но мы же потеряем энергию и потеряем очень много энергии. А если человек ослаб, если иммунитет слабый, если есть какие-то болезни, особенно хронические, то это может быть как раз тем фактором, который, соединяясь с каким-то другим фактором, приведет к обострению болезни или переходу из латентной скрытой формы к активной форме болезни. Поэтому целесообразно, особенно для людей, кто перенес или в данный момент болеет чем-то, пить воду теплую. Если человек отравился чем-то, или у него, не дай бог, инсульт, ему надо пить теплую воду маленькими глотками и пить много воды. Но воды хорошей, про которую мы поговорили, эта вода живая, она даст силу и энергии сразу. Кстати, чем параметр ОВП близок к минус 200, минус 300, тем больше энергии эта вода дает. То есть, уже у нас из организма не берется огромное количество энергии, чтобы восстановить воду. Она уже восстановленная. Такая вода называется восстановленная. И теперь как раз мы можем перейти к параметру, крайне важному, крайне важному, о котором я сейчас скажу, но вначале... Давайте через паузу. Вот у нас, да, техническая пауза. Стоп, Жень. Вот как раз тут имеет смысл сказать, что... Подожди, подожди. Сейчас, огундочку, тогда пока не для нас. Что это, так сказать, параметр, о котором стоит сказать чуть позже, был хорошо известен, но только без названия, нашим предкам. И вот расскажу как раз, что такие понятия, как воду ступит, что это значит, да? Да, хорошо. Что такое структура, что такое кластера воды, да? Ну, то есть вот это... Давайте, давайте. Сейчас я, секундочку, по-своему, всего ли я проговорил про... Ну, есть еще параметры. Ну, вот про теплую воду это тоже очень важно, я сказал. Это важно, да, это мы непременно оставим. А вот есть такое еще понятие удельная электропроводимость, но, в принципе, она косвенно связана с минерализацией. С минерализацией, конечно. Поэтому можно и не говорить, да, в принципе, или можно... Давайте, наверное, опустим, потому что, да, единственное, что, если он действительно важен, чем опасна разбалансировка вот этого показателя, этого контейнера? По большому счету, это все, о чем мы говорили с минералами. Думаю, что... Тогда давайте не будем дублировать. Я думаю, что вот о чем потом, если что, вы мне напомните, как правильно, если мы... Ну, все-таки, водопровод вещь не очень хорошая, если есть возможность, как хранить воду правильно, да? Сейчас, секундочку, сейчас вы помните, а я про... Поехал. Про что мы сейчас говорим? Я уже... Мы сейчас говорили... Давайте про структурирование. Про структурирование и предков. Поехали. Да, Юрий Андреевич. Такое понятие, как структурирование воды. Очень много небылиц вокруг него наверчено, да? Да. Такое, кто считает, что это вообще мракобесие в чистом виде. Что же это такое на самом деле? Значит, очень многие зрители, наверное, уже почти каждый человек в нашей стране, да, как и в других странах, собственно, посмотрел фильмы о воде. Были сняты три части известного фильма. Там были приглашены для этого фильма известные доктора наук, профессора из Японии, из других стран, институты, которые изучают воду. И теперь уже, наверное, каждый человек слышал и не удивляется такому параметру, как структурирование воды. А недавно, официальной наукой, эти параметры абсолютно изучены, признаны, такие же, как PH, ОВП и другие параметры. Итак, что такое структурирование воды? Вода — это не какая-то хаотичная, непонятная жидкость, структура, которая как хочет, как там ступа с бабой и бы, обредет сама собой. Нет. Она формируется, разрушается, зависит от очень многих факторов. Но сама структура — это некое объединение молекул воды в сложные структуры, которые называются кластеры. Кластеры могут быть разной формы, размеров. И для нас, как для биологических объектов, очень важно, чтобы размеры кластеров были небольшие. Потому что чем активнее вода, чем меньше кластеры, тем более она текучая, тем лучше вода проникает в наши клетки и в межклеточное пространство, вынося оттуда из межклеточного пространства шлаки, токсины. И опять-таки, это необходимо для работы лимфатической системы, как главной канализации нашего организма, для систем выведения воды и шлаков из организма. Это почки, кожа, вот, та же лимфа, для крови, ну, потому что кровь не должна быть густой, закисленной, иначе будут проблемы. Потому что закисление крови, загущение крови, это автоматическое увеличение число сердечных сокращений, это нагрузка на сердце, это рост кровяного давления, это гипертония, это худшая фильтрация в почках и печени, это сразу комплекс проблем, который может сказаться и выразиться, вернее, в десятках и даже сотнях заболеваний. И, по крайней мере, усугублять те процессы негативные, которые уже идут в организме, если они идут. И наоборот, если вода активная, имеет вот по этим нашим всем показателям эталон, то тогда, и она в достатке, не менее двух литров для среднего веса человека в день, то такая вода уже будет способствовать очищению организма. Это крайне важно. Так вот, наши предки, на самом деле, прекрасно все это понимали и знали. И у нас даже в русском языке остались выражения, которые архаичные и уходят на глубину тысячелетий, например, такие, как «воду вступит олочь» или «вилами по воде» написано. И это не какая-то иносказательность, это не глупость, это не придумки, ведь наши предки не имели ни времени, ни желания, чтобы чего-то придумывать или говорить ненужные слова, придумывать явления. Нет. Они констатировали то, что есть в природе, и поскольку связь с природой в то время была глубже, мы многие вещи, знания утеряли, потому как цивилизация, она все-таки перечеркивает, она антагонист природы. К сожалению. Это Вернадский хотел некое учение о ноусфере создавать, как гармонично может сочетаться техносфера и экосистема, биосфера. Поэтому будем к этому стремиться, а пока расскажу о том, что знали наши предки. Дело в том, что воду можно деструктурировать. Вот, например, падает вода с обрыва. Водопад. Вода. Молекулы взбиваются, информация из них уходит. А ведь вода имеет не только структуру, она еще информационная матрица. Ведь если кто смотрел вот эти известные фильмы, то видел, что мы можем произнести слово. Если это слово, сказанное от души, благостное, например, любовь, благодарность, радость, то структура воды, если ее моментально заморозить и посмотреть под микроскопом, будет иметь идеальную форму шестиконечной звезды с правильными, четкими кристаллами. Вот. Но если сказать плохое слово, пожелать плохое и вызывать гнев, зависть, ненависть, плохие качества и свойства, то тогда вода будет иметь структуру разрушенную, аморфную. И это объективные вещи, которым уже наука полностью считается. Значит, соответственно, это есть как факт, как бы кто ни хотел, не мыслил. Наши предки умели деструктурировать воду. В ступе толочь, это и есть, деструктурировать. И потом туда, в виде наговоров, в виде информации от трав, когда отвар раньше не был, это были настойки изначально. То есть, травы имеют определенные свойства, тоже определенную информацию. И если поместить их в воду, в деструктурированную, то вода принимает информацию. На этом, кстати, основана и гомеопатия, на этом основаны по методу фолия исследования организма и потом лечения через воду. Раньше я впервые эту технологию узнал в 89-м году. Сейчас уже в крупку добавляют информацию. Раньше в воду, в чистую. Вы знаете, как это все было серьезно? Было такое совместно советско-австрийское предприятие Свенсес в 89-м году, еще Советский Союз был, и человека обследовали. Он полностью раздевался, только хлопчатобумажные, что называется, полотенца. По биологически активным точкам на руках и ногах исследовали состояние организма, процессы, какие идут. Абсолютно точно, я вам скажу. И вносили в воду определенную информацию, эту воду помещали в термосы. Термосы не должны были стоять рядом с электрическими розетками, потому что, это логично, любые электромагнитные поля меняют свойства и память, и структуру воды. Соответственно, это была такая система, да, сложно выполнимая, но работающая, проверенная на себе на 100%, вода действительно обладает этими уникальными свойствами, а главное, память, и как информационная матрица, она переносит информацию. И это очень важно. Так вот, наши предки, зная все это, только называя другими словами, они наговорами, ну, это были знахари, это были волхвы, которые обладали данными знаниями, они наносили, как бы, вписывали в структуру воды ту информацию, которую потом, если человек принимал, он излечивался от определенных болезней, то есть, она обладала именно вот такими же свойствами, как в современной медицине, вот по методу фолия, скажем, вот, начали использовать уже вот 30 лет назад, 25. Так вот, то есть, это все новое, хорошо забытое, старое. Ну, и, соответственно, таким образом можно менять и изменять структуру и добиваться, кстати, через воду, конечно, можно передать как хорошую информацию, так и плохую. Поэтому вода, с одной стороны, это лекарство, а с другой, она может быть ядом. Это очень важно понять, в каких руках она находится. Опять-таки, вода, прошедшая через большую систему, длинную трубопроводов, где есть много поворотов по 90 градусах, несвойственной в природе такого не бывает, ну, кроме водопадов, но она там деструктурируется сразу, а потом, проходя дальше, уже структурируется, пройдя через минералы, через камни, через растения, и это естественно. Но трубы, даже если они пластиковые, а тем более железные, это неестественно, в природе такого нет. И вот там вода имеет негативную информацию, поэтому воду из водопровода нужно обязательно деструктурировать и структурировать. И самый простой способ, у кого нет возможности купить дорогие приборы, хотя сейчас они уже не так-то и дороги, это заморозить воду и разморозить, а лучше это сделать дважды. То есть, это талая вода, эффект талой воды. Вот тогда она будет, по крайней мере, структурирована. Да, там не изменится химическая структура, то есть, какие были минералы, такие они останутся. Там не изменятся показатели pH, но, по крайней мере, структура изменится. Она будет уже, талая вода после льда, когда она кристаллизуется и растает, она будет аналоговая реликтовой воде. Очень полезная. Юрий Андреевич, размораживание, замораживание воды это оптимальный способ ее хранения, либо есть еще какие-то способы хранения. Давайте через паузу. Да, через паузу. паузу. Да, стоп. Уже поехали. Все замоторились, да? Работает, да? Юрий Андреевич, хранение воды. Насколько я понял из вашего предыдущего рассуждения, пластиковая труба, вот эти полипропиленовые, железные трубы, это совершенно неподходящий метод. Как? Да, конечно. Ну, пищевой полиполитилен это не так опасно, как все-таки железо, да? По многим причинам, но в том числе, вернее, даже так сказать, это, конечно, не лучший вариант. Если есть возможность, в принципе, у каждого человека на то есть возможность. В чем лучше хранить воду, я скажу. Это, конечно, стекло. Еще лучше стекла это керамика, обожженная глина, собственно, крынки те самые, в которых наши бабушки хранили. Ну, а еще лучше это натуральный, деревянные катки. Особенно из таких пород, как, например, кеда, например, лиственница. То есть, это еще лучше вариант. Давайте порассуждаем о таком аспекте, как фильтрация воды. Да. Очень популярны сейчас фильтры самых разных конструкций, разной степени очистки. Что выбрать? На что ориентироваться, если человек хочет самостоятельно очищать воду? Да, я забыл сказать, что, занимаясь водой, в том числе, мы занимаемся тоже и разработкой, и установкой систем фильтрации, поэтому я в этом вопросе тоже многое знаю. Если мы говорим о комплексном подходе, если у человека позволяют финансовые возможности, и он живет в своем доме, загородном, то там априори, как правило, ну, смотря, конечно, какой регион, но, как правило, если мы говорим о Подмосковье, то это вода жесткая. Если мы говорим о Петербурге и окрестках, это как раз вода мягкая, там проще. Но если вода жесткая, то вначале должна быть, да, и плюс к тому, помимо того, что она жесткая, как правило, вода содержит много железа, значит, в таком случае нужно сначала ставить систему, во-первых, конечно, механической очистки. Это различные, ну, скажем, гранулы, камни, минералы, различные фракции, это могут быть кварцевый песок, другие какие-то вещества. Так вот, после них вода проходит в следующий картридж или следующий фильтр, где происходит обезжелезивание. Сейчас есть технологии, раньше это было на окислении марганцем, сейчас это, значит, есть лучшие технологии, ставится компрессор, определенный бак-танк, там происходит тоже химическая реакция, и вода уже в следующий отсек, в следующий фильтр попадает уже без высокого вот этого содержания железа. Там идет третий процесс, это умягчение воды, то есть, пройдя через емнообменную смолу, вода отдает практически все карбонаты сульфата и выходит, там уже можно регулировать поток через обратные экраны, значит, можно регулировать от нуля и до любого градуса жесткости, то есть, оптимально ставят два, но чтобы с одной стороны и руки можно было мыло смылить, потому что иначе в мягкой совсем воде трудно смылить, это как раз тоже связано в том числе с поверхностным натяжением, с коэффициентом поверхностного натяжения, вот мы говорили, как важно, это вот как раз вот это физико-химические свойства воды, вот, и ее вязкости, вот, это тоже связано с мягкостью, то есть, параметры многие друг с другом связаны, вот, дальше идет уже, как правило, биологическая очистка, то есть, это устанавливаются ультрафиолетовые стерилизаторы, либо озонаторы, проточные, через которые вода, проходя, она уже становится стерильна в плане отсутствия бактерий, вирусов, грибков, вода, прошедшая через озон, не очень полезна, скажем так, потому что все-таки она является и свойства остаются очень мощным антисептиком, это так же, как посеребренная вода, с одной стороны, она полезна, но в каких ситуациях постоянно пить серебряную воду вредно, объясняю почему, полезна, потому что, если у вас дисбактериоз, какие-то инфекционные желудочно-кишечные заболевания, то тогда вы можете ее насти серебра действительно обеззараживают, убивают микроорганизмов, но в том числе полезных, они не разбираются, так вот, тот человек, который постоянно пьет серебряную воду, он уничтожает не только вредных микроорганизмов, но и полезных, а это для нас очень плохо, у нас должна быть нормальная кишечная микрофлора, то есть наличие и бифидобактерий, и семной палочки, и кишечной палочки, и других, в том числе, так, вот этот момент я... Да, ничего страшного. Сейчас скажу этих... но, то есть, это должно быть и наличие значит, кишечной палочки и бифидобактерий, то есть, наши коронки... Кишечные палочки вы не оговорились? Кишечные палочки? Простите. Да, нет. Тогда еще раз, да, это моя вина, извините. Дело в том, я сейчас... Ну, поскольку микрофлора, наша симбиотическая родная флора, нашего тонкого и толстого кишечника, в ней должны обитать родные нам симбиотические микроорганизмы, которые живут не вредя нам, а нам они поставляют в результате своей жизнедеятельности биологически активные усваиваемые формы многих питательных веществ, в том числе они синтезируют аминокислоты, витамины. Это разные бактерии, относящиеся к группе бифидобактерий. Это и кишечная палочка, и как раз тут бояться нечего. Это вот бывает проблем, когда кишечная палочка через мочеиспускательные каналы попадая не туда, куда она должна, и вот тогда и возникает проблема. А в тонком кишечнике должна быть кишечная палочка, потому что эта бактерия относится к группе аэробных бактерий, которые живут в присутствии с кислородом. Там еще пища в тонком кишечнике богатая, кислород должна быть, по крайней мере. И вот если эта бактерия развивается и живет нормально, то тогда она синтезирует нам практически все витамины, в том числе витамин В12. И это гарантированно стопроцентный научный факт. Почему не у всех это происходит? Только потому, что люди питаются неправильно, аномально, мертвой дентурированной пищей и невидовой пищей, что важно. То есть у каждого живого существа на нашей планете есть видовой тип питания. Но мы едим, как говорится, все, что полезно, все, что в рот полезно. Это, конечно, глубокое заблуждение, которое и приводит к болезням. То есть неправильное питание, неправильное потребление воды, или, вернее, отсутствие вообще потребления воды. Потому что люди ведь думают, что вода – это вот все, что жидкое. А вода – это только вода. И мы разобрали, что вода не просто вода, а вода должна быть с определенными физико-химическими свойствами. И только тогда эта вода будет полезна, активна, она будет участвовать во всех наших геохимических процессах и выносить из организма продукты распада, гниения, шлаки, токсины, тем самым очищая наш организм. Выполняя свою функцию, собственно. Да. Замечательно, Юрий Андреевич. В принципе, мы все по моему спектру перекрыли. Если у вас есть еще возможность как-то добавить информацию. Уже не дарится пока. Пока пауза, да, коллеги. Да. Да. Я сейчас скажу очень важную вещь. Например, знаете, какой вопрос пока пробивает? Что ни в коем случае нельзя ничего запивать. Вот объясню почему. Да, да, да. Давайте режим потребления воды. Ни в коем случае, что нельзя смешивать со сладким, потому что это получается, тогда нету... Ну, как бы это объяснить? Сладкая вода... У организма нет чувства насыщения. А сладкая вода это очень тяжелый раствор, который... Раствор, который влияет, ну, скажем так, на выработку как раз большого количества инсулина. Если, конечно, это химические сладости. Если же это соки. И, кстати, надо сказать, может, о том, что соки из пакетов, и соки натуральные, именно принципиальные разные вещи. Мы про это уже поговорили, да. Ну, в принципе, да. Тогда давайте скажем сейчас, знаете, про что? Тогда, значит, почему нельзя смешивать воду и пищу другую? Это, наверное, очень важно. Очень важно, да. Батарик. Батарик, да. Сейчас я тогда еще одну вещь, сейчас секундочку посмотрю. Ну, про дистиллированную воду тоже сказали, что если она... Да, мы упомянули. Серебряная вода, все это хлореты сказали. Да, да. Так, фильтрации тоже всякое сказали. Значит, так, это сказали. А проживленную воду, кстати, сказали, и я только рассказывал, что как можно, что структура матрицы, и если помещается в колбу, под воздействием магнитных полей, она переписана... Под запись это говорили? Нет, по-моему, нет. Под запись. Под запись точно совершенно. Да? Да. Ну, хорошо. Хотя, мне кажется, это вот я вот объяснял... Евгению? Нет, нет, нет. Я в любом случае, как бы, подавал вам эту подачу, поэтому у нас было записано это точно абсолютно. Мне кажется, нет. Ну, ладно, посмотрите. Так. Болезные симптомы, все, дефисозгущение, скисление крови. Это проговорено. Единственное, они сказали, что идет как раньше, что, поскольку кровь густая, она хуже проникает в ткани, идет с кислородой голодания тканей, и как раз гипоксия, и прочие вот эти вещи. Давайте отдельным слотчиком это проговорим. Проговорим еще раз. Да, давайте отдельно. Кому-то с нуля, да? Да, да. Симптомы, что если... Тогда давайте вот первый... Давайте про кровь сейчас вот это... Первая подача будет про кровь, вторая про режим потребления воды и ее совместимость с людьми. Сейчас посмотрим еще одно, и вы это не забудьте напомнить, да? Так, сейчас теперь основываем. Сейчас, 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 сейчас. Ну, давайте. Ну, готово. Значит, сначала вы... Да, про кровь. Ребят, подожди, Женя, я же менял батарейку, сбил из него. А, я скился, по-моему. Все, моторы идут. Угу. Работаем, да? Юрий Андреевич, кровь и вода. Вы уже упомянули о том, что загущение крови и ее захисление это очень опасный и очень тревожный момент. Что еще? Какая еще опасность содержится в ней? Если организму не хватает достаточного количества воды, чтобы растворить и вывести все ненужные продукты, обмена веществ из нашего организма, то происходит следующее. Кровь становится гуще, и воды не хватает. Соответственно, концентрация форменных элементов крови, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, увеличивается, вязкость увеличивается, она становится гуще, и значит текучесть, что уменьшается. Такая кровь хуже проникает во все микрокапилляры, а у людей, особенно ведущих, так сказать, образ жизни нездоровый, которые употребляют жареную, вареную пищу, мясо и прочие несвойственные человеку продукты, тем более газированные, не дай бог, напитки кислые, а ведь кислота, любая, она приводит к еще большему сгущению крови. К тому же, так сказать, если мы говорим о... Так, вот этот момент. О сгущении крови, да. Вот, наверное, был бы на минуту. Я просто, опять-таки, про одну вещь очень важную сказать, про что забыл. Значит, ну давайте скажем напрямую. Значит, так, если к загущению крови... Так, с какого момента лучше начать мне? Ну, что кислота, она способствует загущению крови, вот после этого она уже немножко пошла с... Да-да-да. Любое закисление и дополнительное внесение какой-то кислоты в рацион, будь то уксуса, например, да, и ведет к закислению, соответственно, организма всего, в том числе всех сред и крови. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Но если это происходит, то кровь становится более кислый, более густой, и, соответственно, хуже проникает в клетки, в капилляры, микрокапилляры, в отдаленные периферические отделы нашего организма. И даже к некоторым внутренним органам. Ну а к чему это приводит? Это приводит к тому, что, особенно если это происходит в головном мозгу, происходит гипоксия и отмирание клеток головного мозга. Потому что кислородное голодание наступает, ведь клеткам не хватает кислорода, ведь кровь, она, у нее несколько функций, в том числе эритроциты переносят кислород, забирают углекислый газ и продукты распада. Ухудшается циркуляция лимфы, как отводящая система, системы нашей очистки, как бы нашей канализации организма. Страдает весь организм. То есть происходит, может прийти это причинить непоправимый ущерб, вплоть до летального исхода. Юрий Андреевич, наверное, еще очень немаловажно, как употреблять воду, в каком режиме, с чем ее можно сочетать. Расскажите про чем, пожалуйста. Очень важно говорить именно о режиме и уместно здесь говорить. Более того, если человек хочет очистить свой организм от шлаков, токсинов, и начинать надо обязательно с толкестого кишечника, ну и из печени, которая подвергается самому масштабному, объемному загрязнению, поскольку это главный фильтр нашей крови, ну к тому же это железа, которая вырабатывает огромное количество гормонов, ферментов, она синтезирует белки. Это лаборатория, которая синтезирует более 500 биологически активных, сложных веществ и компонентов и принимает на себя основной удар через кровь. Поскольку пища, съедаемая в тонком кишечнике, должна уже усваиваться в кровь, ну туда могут проникнуть чужеродные агенты, непереваренные белки, например, которые вызывают моментально в крови реакцию антигена-антитела, и иммунная система подавляет антигены, она их обязана уничтожить, так же, как и уничтожает вирусы, попавшие, например, к нам в кровь, то печатаются огромные количества фагоцитов, лейкоцитов, они уничтожают этот антиген и погибают вместе, образуется трупный яд. Он по крови разносится, в том числе в печени, печень фильтрует, разумеется, дальше отдаются почкам, нагрузка на почки, но если когда-то система не справляется, а кровь еще к тому же закисленная, густая, микроциркуляция ухудшается, и возникает очень много проблем, начиная там от гипертонии, до застоя в лимфе, и это приводит к тяжелым последствиям. А когда межклеточное пространство грязное, то в нем могут паразитировать как раз и размножаться в большом количестве уже грибки, мицелии прорастают, целых, кандиды и прочее, это могут быть бактерии, вирусы, то есть в здоровом организме только паразиты могут существовать в определенных органах и тканях, а, скажем так, микроорганизмы, вирусы, грибки и бактерии уже практически не могут. Только мертвая клетка или полумертвая и грязное, загрязненное межклеточное пространство может являться средой для этих патогенных микроорганизмов. Ну а чтобы такой среды не было, нам нужна биологически активная, живая вода в достаточном количестве, которая и будет вымывать это, межклеточное пространство, которое будет участвовать во всех вот этих быстрых, правильно протекающих реакциях биохимических, которые у нас в организме должны происходить быстро и свободно. Вот. Мы тут еще что-то, вот я забыл, а, сейчас, про кали... не сколько воды пить, а что-то... С чем сочетать можно? Вот, вот, вот. Вода вообще, это отдельный продукт. Ее нельзя смешивать ни с какой пищей. Почему, объясню. Значит, ну, еще полдела, если человек все-таки употребляет какую-то пищу сухую, хотя это, конечно, суррогат пищи, потому что никакие печенья, там, чипсы, крекеры, это вообще не продукты питания. Это, так сказать, продукты химических предприятий. И есть это нельзя вообще. Но если уж человек это ест, да, чтобы этот ужас как-то переработать и вывести, необходима вода. Иначе даже желудочный сок будет иметь концентрацию воды в нем. То есть, если в желудочном соке концентрация воды из-за отсутствия, недостатка воды будет низкая, то увеличивается кислотность, и это приводит к определенным проблемам, в том числе язвам. Если человек употребляет нормальную пищу, ну, естественную, скажем, он съел фрукты, поел, то ему ни в коем случае воды пить нельзя. Почему? Потому что дело в том, что все, что сделала природа, то есть, конечный ее продукт, а плоды что такое? Это концентрат энергии солнца и минералов земли. Это, ну, скажем, вершина вот эта эволюционная и, скажем, пищевая. В пищевой цепи растительного мира это вот вершина и талон. И мы, как животные, ну, в плане биологическом, я имею в виду, животные, как животный организм, являемся плодоядными животными, потребителями высшей концентрации вот этой энергии, самой высокой на нашей планете, это плоды. Ну, собственно, как говорят даже и та же Библия, да, что плоды изначально и были питанием человека, и человек жил практически вечно. Так и должно быть. И это могло бы быть. Но когда человек потребляет плод, он самодостаточный. В нем есть как раз самое лучшее, обладающее всеми вот этими физико-химическими свойствами, активная, живая, биологически активная, структурированная вода. И в ней, в клетке, в каждой, есть такой органелла такая, называется лизосома. Она содержит клеточные ферменты. Мы кусаем плод, течет сок с растворенными ферментами. Есть процесс, если пища живая, не вареная, не жареная, а естественная, то тогда происходит процесс самопереваривания, благодаря вот наличием в этом клетках этого плода, например, ферментов, которые способны растворить саму себя клетку. Тогда у нас не тратится из организма энергия. Она нам, наоборот, дается в огромном количестве. И питательные вещества, и энергии. Все есть. Но, если мы, представьте, сделаем глоток воды, то что мы сделаем? Мы разбавим эти ферменты. И вот тогда концентрация их будет неестественной, не та, которую создала природа для саморастворения, для этого сакрального процесса самопереваривания. И процесс будет идти дольше. И мы должны вырабатывать еще дополнительно свои ферменты, которые как раз позволят все-таки перевариться этому, скажем, фрукту, овощу, неважно. Поэтому вода это отдельный продукт питания. Его надо пить за полчаса, например, до еды. Желательно вода, еще раз хочу подчеркнуть, должна быть слегка теплой, градусов 30-35. Человек болеет до 50 градусов. Воду нельзя кипятить. И причем, кстати, по нескольким причинам. Одну из них я назвал, это потому, что неорганические минералы и вообще минералы переходят в неорганическую водонерастворимую форму, падают в осадок и усвоиться не могут и только лишь засорить наш организм они способны. Но еще есть одна причина. Если вода кипит, то меняется структура таким образом, что образуется несколько молекул на стакан воды условно. Детерия, три тяжелой воды. И эта вода является страшным токсином, мумутагеном. Поэтому в термосах тоже я не рекомендую наливать кипиток. Теплую воду можно, но крышку сразу не закручивайте, чтобы не было вакуума, не создавалось. Тогда образуется так же меняется структура, образуется детерия. Что я хочу сказать для тех, кто хочет очистить свою печень. Мы про печень говорили. Вечером, после 6 часов вечера есть нельзя. Об этом уже многие врачи и специалисты говорили. Но! Потому что есть биоритмы определенные, которые запускают и выключают ферментные, гормональные системы нашего организма. Поджелудочная железа должна отдыхать, она уже не может выделять такое количество ферментов, которые она выделяет при бодрствовании. Все это подчинено циклам, в том числе космическим и по Солнцу. Все животные живут по Солнцу, по биоритмам, и мы должны. Но мы изменили мир вокруг себя, сделали некий такой стеклянный купол, и, естественно, это нам не на пользу. Так вот, кто хочет очистить печень, то утром должен выпить 2-3 стакана чуть теплой градусов 30-35 воды живой, вот той, о которой мы говорили, вместе с 2-3 чайными ложками меда. Есть механизм, благодаря которому с водой выпитый натощак мед, медовая вода так называемая. Она, правда, работает всего 15 минут, этот эффект. Пока кристаллики не растворятся в воде до конца, но пока они не растворились, они проникают в следующий отдел пищеварительной системы после желудка 12-перстную кишку, оттуда выходят протоки поджелудочной железы и желчные протоки, и вот по этим протокам они благодаря электро, скажем, химическому такому потенциалу приклеиваются к любому инертному телу, в том числе к сгущенной желчи, к камням желчном пузыре, и притягивают на себя воду, дабы раствориться, активную воду, самую активную. И представьте, происходит такой эффект, как если мы возьмем кусок застывшей глины и кинем его в воду. Что происходит? Она начинает по краям обмекать и опадать. И вот так микрон за микроном камни рассасываются. Я уверяю вас, что на 100% и 100% ровно на 100%. Каждый человек таким методом может избавиться от камней любых желчных пузырей в зависимости от активности воды и от активности меда, в том числе его диастазного числа. Показатель такой очень важный есть. Извините, давайте остановимся. Пауза. Стоп. Жень. Сейчас я продолжу. Ага, ага. И вот не полночку. И вот если вода биологически активна, вот все, о чем мы говорили, если мед высококачественный, экологически чистый, с высоким диастазным числом, то тогда в зависимости от этих параметров человек может полностью, ну и от размеров камней, от их структуры, конечно, от месяца до полугода растворяться любые камни. а дальше будут растворяться уже и каловые камни в толстом кишечнике, и межклеточное пространство будет потихоньку очищаться. Разумеется, это не панацеет, не значит, что мы, как люди, любят такая человеческая уж натура. Что-то полезный совет дашь, люди начинают это делать, и понеслось в остальном еще хуже. больше начинают есть шашлыка, не знаю, хлеба и так далее, не понимая, что хлеб и колбасы не растут на деревьях и даже не бегают по земле. И это не пища, а суррогат и пища. Принимая суррогат и пища, человек будет обязательно болеть, и вопрос только в том, насколько, так сказать, его организм имеет в данный момент еще оставшийся потенциал запаса прочности. Насколько остался него сил сопротивляться. Что-то, Юрий Андреевич, у нас еще осталось. Мы сейчас посмотрим. По-моему, перекрыли прямо весь диапазон вопросов. Наверное, да. Наверное, да. И все очень-очень-очень интересно. Да, если бы это сделать, так сказать, серьезно, комплексно, по вообще, я вебинары такие провожу, и семинары. Сейчас они очень собирают. Даже вот в этой теме это действительно много, потому что, например, мне говорили, что Зеланд, например, даже, наверное, слышали, да? Да, конечно же. Вот вебинары, там, вебинары собирается по 300, там, человек, который по теме вот именно живого питания, сыроедения. Вот. А у меня сейчас проводил был рекорд, но это те, кто знают, разбираются в этом, говорили по тематике вообще сыроедения в России, это больше тысячи человек. Вы продолжали дальше? Нет, 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 у нас по кадау. Все, да? Вот. И, ну, вот посмотрите, если будет интересно, у меня же блог есть. А я так и нашел на самом деле вас, потому что я посмотрел одну из ваших лекций. Правда, очень много лекций сейчас там закрытых, то есть, но они будут постепенно, спустя время, потому что сейчас у меня провел цикл лекций по отдельно кожи, лимфе, печени, почкам, очень серьезно по паразитам, потому что паразиты тема очень недооцененная. А ведь эта тема очень большая и проблемная. А это будет на вашем сайте появляться, эти материалы, да? Будет, вот, потому что паразиты, это, как вам сказать, их порой многие болезни, которые люди вот не понимают, почему, ну, например, вот, скажем, говорят, вот сыроеды, так сказать, мясо не едят, железа мало, типа, и анемии бывают, это полная глупость, если мясо вареное, там уже железо разрушенное. А железо в яблоке, железо, это, так сказать, в гранате, железо в фихуа, везде железо. Но если этого нет, и дефицит, надо смотреть в другой, а человек сыроед, например, а есть такие люди, значит, у него лямбли, 100%, которые как раз железо разрушены. Или, например, если, например, сейчас вам скажу, из Турции, есть такие паразиты, они питаются вообще клетками печени. А в печени самое высокое содержание концентрации В12. Они как раз поедают, высасывают до 70% В12, но в том числе, поэтому его и не хватает. Даже если вот толстый кишечник и тонкий синтезирует, ну, бактерии, которые у нас. Вообще, в природе нет другого способа получения В12, именно В12, не других В, а именно, как синтез бактериями. Ни одно животное не синтезирует В12, а только бактерии, которые живут в нем, синтезирует. Так что же, вопрос. Мы совершенные существа или мы ущербные и ниже стоим в эволюционном плане, чем какой-нибудь любой другой млекопитающий? Конечно, нет. Тогда ученый, который говорит о том, что В12 можно только с мясом получить, он идиот. Потому что он говорит, ты природа дура, он не мне, он ей говорит, в природе. Я у меня и тебя он говорит. Это так же, как этот, какой, который вот этот вот начал там на бактериях, как же его, мечник, да? Ученые великие. Личников точно. Он получил номер с купеями, он умный человек, но не до конца видать умный, потому что что человек это сказал? Он говорит так, толстый кишечник, он четко заявил, не нужен человек. Умный ученый, если он, вообще умный человек, а тем более, если он ученый, он должен сказать так, если я что-то не понимаю, но это природой создано, я должен стремиться к пониманию для чего. А если я говорю, что ты природа дура, то этот он идиот. Вот и все. И он еще не был физиологом, скорее всего, просто погорячился. Но вот я просто говорю, то есть вот эти догмы, постулаты, которые до сих пор из уст в уста передаются всякими там бабушками, от бабушек, неразумным мамашем, которые там, так сказать, уже там не помнят даже основы там ничего, да? Они им, детям нужны белки, чтобы это, бу-бу-му-му-му, молоку полезно, потому что там кальций. Да если человек будет пить молоко, у него будет дефицит кальция всегда. Почему? Очень просто. Да, в молоке кальция много, но в молоке что есть? Казиин, животный белок. У нас нет фермента ренина, который расщепляет фермент казиин. Это самый долгоиграющий белок, который будет сильно закислять ваш желудок и других средств. Что должен организм сделать? Взять откуда-то щелочь, чтобы не понимать, о чем мы говорили. Откуда он возьмет? Сначала из продукта. Так вот, в самом молоке не хватит кальция и других щелочных минералов. Ровно на то, чтобы погасить этот объект? Нет, ровно на то, чтобы погасить одну четверть максимум. А три четверти он возьмет из костей, волос, ногтей. Вот разрушаются организмы из мамаш, потому что кормящая мать, она разумеется, природа так. Молоко все передастся, но вот поэтому и разрушаются все. А им врачи еще больше творога, еще больше мяса. Идиотизм. Даже если отбросить всю биохимию и оставить только здравый смысл. То, о чем тут можно говорить? Молоко природа создала для млекопитающих животных, как концентрат энергии и питательных веществ, а также запуск иммунной системы, потому что много иммуноглубелина, других белков, низкомолекулярных иммунных белков. Для того, что это самый простой и лучший способ сохранить потомство, кормить, но нет исключения в природе, когда маленькое животное перестает, и это происходит, кстати, автоматически и синхронно, животное маленькое ребенок перестает вставить молоко, а у матери прекращается синтез молока. И вот что происходит. Маленькое животное навсегда, на всю жизнь прекращает употреблять молоко и переходит на что? На видовое питание, чем питаются их взрослые родители и сородичи и более никогда в жизни. Мы что делаем? Мы не только искажаем эти законы природы, мы потребляем молоко чужих видов животных, а там свой состав, своя информация, там козеины другие. И я более вам того скажу, что козье молоко и, например, там овечье молоко или коровье молоко, у них как ключ замку свой козеин и свой ренин, фермент. То есть, скажем, не может теленок усвоить молоко в полной мере козье. И глупости все о чем там говорят, что в большей, там в меньшей мере и так далее. Там про минеральный состав только разница есть. И только из-за этого, потому что нам важнее минералы, чем белки. Белков мы всегда получим с избытком. Они нам не нужны, даже я вам более того скажу. У нас есть вообще об этом четыре способа получения белков в организме. И один из них, который мало вообще кто говорит, если бы организм был здоров и чист, то печень, чистая печень, имеет возможность, любой биолог знает, что печень синтезирует белки, но она еще разбирает белки. И она может разрушенные клетки разобрать белки и построить новые белковые молекулы. То есть у нас азот. Что такое белок? Это азот плюс углерод, водород и кислород. И плюс еще какой-то минерал. Сера или что-то еще. Все. То есть, короче говоря, нам нужны минералы, а остальное получить можно многими способами. Абсолютно многими. Любой фрукт, овощ содержит белки, аминокислоты. Просто практически нет таких, которые содержат все там 28 и 8 незаменимых. Но очень много тех, которые содержат 26 и 7 незаменимых. А в картошке, например, если она живая, а не вареная, из 8 незаменимых аминокислот, все 8. Всех 8. То есть, короче, это в кокусу тупая болтовня, бездарей от науки, которые ничего не знают, которые учились чему-нибудь как-нибудь, которые повторяют глупости, заученные с детства. То есть, все мы прокатили через матрицу стереотипов. Конечно, конечно. И повторяем, выйдя из школы-институтов, повторяем то, над чем даже никогда не думаем, как о священной корове. То есть, мы просто размышляем, даже просто, что это постулат. Мы не задумываемся, так ли это на самом деле. И порой, так просто понять, что это не так. И когда ты понимаешь и меняешь что-то, ты можешь изменить все, что угодно. То есть, как пелось правильно в одной песне, ведь ты человек, ты и сильный, и смелый, своими руками судьбу свою делай. то есть, ты можешь быть everything you want to be. А вот как быть, я, например, тоже, в последнее время впадал, у меня нет никаких приборов, ничего, я просто из родника беру. Значит, родники очень многие могут быть источниками многих инфекций, в том числе, бактериальных, вирусных, вот о чем я говорю, очень многие. Во-вторых, родник под родниками, вот, кстати, тоже жалко, я об этом не сказал, но уж ладно. Дело в том, что то, что мы называем родниками, как правило, на 99% вообще не родники. Родники настоящие берут сначала в подземных глубинных озерах и реках и благодаря там отклонениям, силам переводятся и прочее, они, в общем, с определенным отклонениям, в общем, выходят к поверхности, но на поверхность не всегда выходят. Это от давления зависты. Вот это являются в основном поверхностные воды верховодки, например, дождь падает на холм через породы, значит, глины и прочее, они, да, и выходят у подножия. Понятно? Это не родник. Не родник. Нет. Так вот, поэтому такие воды, которые мы называем родниками, могут содержать очень вредные вещи. То есть, это нужно расширенный анализ на 50-60 параметров сдать в лабораторию, чтобы, поэтому лучше делать так, взять обратный осмос. Чего взять? Установка. Стоит 5-6-7 тысяч рублей. Обратный осмос под раковину поставить. Только менять картриджи там раз в полгода. Значит, получать дистиллированную воду. Потом взять коралловый кальций, коралловом клубе. Вот я просто самый простой вариант говорю. Самый простой. Это самый простой. Это самый простой. Насытить ее, минерализовать, там 60 минералов примерно. Вот другого варианта они сложнее гораздо, уверяли. Значит, вот можно структурировать. Там тоже есть такой типа карандашик, но и как просто как пример про них сам простой. Потому что они занимались лет 20 этим. И они, есть другие методы, я говорю самый простой. Нет, есть приборы немецкие, просто можно подключить к системе допровода и ни о чем не беспокоиться. Будет вода уже из ОВП и все-все-все. Он там 150-170 тысяч рублей стоит. А можно купить за 5-6-7 тысяч, я говорю, в обратный смысл, покупать эти пакетики, они недорогие, с кораллом кальцием, засыпать. Вот этим тоже тысячи две-три стоит такой карандашик. Там просто стоит капсула с этой реликтовой водой и магнитное поле. Мешает, она структурируется. ОВП, и будут вот те же самые параметры, о чем я говорил. Но это будет копейки стоить, и это будет эффект реальный. Продолжение следует...